Почему ещё, да, опять же, такие боли вытаскиваемые, почему люди боятся видеть психологов? Это мой любимый момент, когда я начинаю разговаривать с людьми, выяснять, брать обратную связь. Так вот, что мне придётся вывернуть себя наружу и всё рассказать, просто всю подноготную. И люди иногда к этому не готовы. А если ещё это, например, в группе, какой-то там мастер-класс, если нужно что-то говорить, вот как вот здесь немножко вот эти опасения убрать у людей? Да. И более того, психологи обладают рентгеновским зрением, сразу видят человека насквозь и видят даже номер карты, пин-код. Но это шутка. Это шутка. Во-первых, человеческие переживания универсальны. В принципе, по большому счёту, нет ничего такого нового, что вы могли бы и сообщить, ничего наши сверстники, наши родители, бабушки, дедушки, наши предки не проживали бы, и наши потомки не проживали бы. Потому что переживания всегда одни и те же, одни и те же принципиально. Структура событий одна и та же. Вызовы, сложности одни и те же принципиально. Ну да, детали отличаются. Это раз. Во-вторых, мастер-класс, семинар — это такое мероприятие, да даже консультация один на один или консультация с семьёй, это такое мероприятие, когда, насколько вы будете откровенны, определяете вы сами. Никто против вашей воли не будет лезть, выкапывать какие-то моменты, которые вы хотите оставить в тени. Это не нужно. Иногда достаточно знать, чего вы хотите, что сейчас не так, и какой ресурс нужно добавить, чтобы из этого «не так» стало вот так, как вы хотите. И всё. Вот эта археопсихология, раскопки прошлого могут быть полезны в определённых случаях. Но это точно не задача семинара, исследовать, что как там у тебя было. Если это уместно где-то будет, если кто-то даже спросит, если захотите, посчитайте, что это уместно, вы откроетесь. Не захотите, никто за языками не будет тянуть. Это не обязательный элемент, выворачиваться наизнанку. Более того, я как представитель краткосрочной психотерапии, как человек, который любит стратегический подход, у нас вообще есть такая теория, что нам не надо много информации, мы уже заранее в большинстве случаев знаем, что у тебя происходит в типовых проблемах каких-то. Иногда я прерываю где-то, говорю, окей, хорошо, вот так, да, всё, достаточно, не надо мне рассказывать вот это всё. То есть мы знаем примерно, с чему всё раскладывается, какие предпринятые попытки решения были, в чём они потерпели неудачу, мы знаем, что делать. Ну вот так. Да, и вот мне кажется, ещё в этом моменте также, почему иногда полезно гостить группы, особенно когда группа не знакомых людей вообще абсолютно, вы можете просто сидеть и слушать, да, слышать мысли других, идей других, как на ситуацию у кого-то, что даёт, какие рекомендации специалист, и тем самым проводить аналогию с собой. Иногда даже просто слушая и находясь в группу, вы найдёте уже просто спокойно для себя очень много, возьмёте ответов. То есть нет чего не рассказывать про себя, потому что у нас не цель, да, вытащить все ваши тайны, мы не на исповеди. Да. Да. Вот, поэтому это здесь, по сути, такое свободное общение, такой, можно даже сказать, такой родительский мозговой штурм, где идёт обмен опытом, и, соответственно, здесь дополнительные пополняются, как только знания. Подопытным руководством. Подопытным, вот, да, вот это, да, самое главное, подопытным руководством, потому что, конечно же, любой мозговой штурм должен быть гражданам направляться.